Мусора, как грязи, всегда много. И когда из него можно делать деньги, такие бизнес-идеи в нашей стране на вес золота. Поэтому предложение компании «Градсервис» о создании сортировочного комплекса вызвало особый интерес у главы Хакассии. Предприятие известно в Абакане, где оно занимается вывозом отходов. Теперь оно хочет построить в районе Пригорска целый комплекс, который бы сортировал мусор и выделял из него то, на что есть спрос. Стоимость проекта почти 50 миллионов рублей. Черногорские власти выделили участок в районе Пригорска и обещают дальнейшую поддержку. У правительства предприниматель просит содействия в том, чтобы стать единым оператором по сбору отходов. У нас куча полигонов непонятных, куча хозяев. Каждый на этом что-то хочет иметь, но никто не хочет следить за экологией, никто не хочет смотреть. Кто до конца не перерабатывает. Да, и не будут перерабатывать. Это все временщики. Нужно помочь ребятам. Конечно, проект должен жить. Следующий проект касается интересов Абазы. Сиблес готов вложить деньги в лесопереработку. Причем компания не намерена просто снимать сливки и пилить брус, а нацелена на глубокую переработку с наименьшими отходами от древесины. Для комплекса уже куплены участок, расположенный рядом с железной дорогой, техника и транспорт. Директор Сиблеса уверен в выгодности проекта. Абазе нужно преодолевать опасную зависимость от одного рудника. Наша задача создать мощные предприятия, которые способны создать новые рабочие места, обеспечить народ работы. По мнению Виктора Зимина, у такого бизнеса в республике, где активно развивается малоэтажное строительство, большие перспективы. Тем более, что еще больше жителей Хакасии получат бесплатную землю. В этом году около 6 тысяч только выдадим бесплатно участкам. Плюс идет у нас коммерческая составляющая. То есть вы правильно отметили, у нас идет развитие фермерства, ремонт. В каком виде одобренные проекты получат деньги, предстоит думать уже профильным ведомствам. Как правило, это гранты на безвозвратной основе. Всего за время своей работы Совет одобрил 42 проекта, на которые бюджет выделил 108 миллионов рублей. На этом же заседании глава Хакасии объявил о смене формата. Совет по экономическому развитию отныне будет именоваться как Совет развития. То есть его задачи станут гораздо шире. Теперь этот орган будет также заниматься вопросами сохранения национальной культуры, развития инфраструктуры и имиджевой политикой региона. Марина Конодакова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова